Всем привет, с вами Ювка. Сегодня я делаю видео-обзор на самый лучший сет аксессуаров, который доступен на сентябрь 2024 года. Сразу предупрежу, что в этом видео не будет скина Хомлендера, потому что мне не удалось его достать. Большое спасибо Александру за то, что он сдал мне сет. Сам сет смотрится довольно, ну, будем честны, он не одной тематики. Честно, абсолютно не нравится, как мне выглядит бронежилет, конкретно бронежилет генеральский. Он, пускай, самый лучший, но он некрасивый абсолютно, вот вообще. Итак, давайте начнем по порядку. Голова, это у нас тактический шлем, можно было получить на последнем обновлении, летнем, на день рождения проекта, если я не ошибаюсь. Этот аксессуар именно в желтых статистиках дает 2 к защите и 10 к максимальной броне. 10 к максимальной броне абсолютно бесполезно, потому что у вас лимит 260 брони, и этот лимит у меня уже есть, я уже в него уперся. Конкретно в этом аксессуаре нашивка на плюс 3 к урону вшита. И разбит маркер Dead Inside, также есть вариант разбивать в него самые топовые крафтовые нимбы, но маркер дешевле всего. Следующий аксессуар это маска череп. Честно, тактический шлем, а также маска, они красивые, но дело в том, что они просто к другим аксессуарам не подходят. То есть они выделяются вообще из всех-всех аксессуаров, которые только есть. Маска череп, именно в желтых характеристиках, имеет плюс 2 к урону, 10 к максимальной броне, как я и говорил ранее. Плюс 10 к максимальной броне бесполезно, потому что уже лимит в этом сете. Сюда разбит следующий аксессуар, анимированный очки нетранер, а также встроенная нашивка плюс 3 к урону. Часы Gucci, также старый аксессуар, они все также дают плюс 1 к урону и плюс 5 к максимальному здоровью. Также есть другие часы, например, Casio G-Shock, тоже дают плюс 1 к урону. А почему именно эти часы, а не рука Bumblebee? А все потому, что у руки Bumblebee плюс 1 к защите. А вот этот плюс 1 к защите, он бесполезен. Он просто в никуда идет. То есть у вас уже минус 90 защиты в этом сете, и вам не нужно плюс 1 к защите еще сверху. В этот аксессуар встроенная нашивка на плюс 3 к урону, также разбит молот даф. Также вместо молота даф могут быть разбиты другие аналоги, такие как у Рока Таноса. Следующий, супер дорогой, но при этом его характеристики не такие крутые. Да, это энергетический махинатор. Он лучше обычных махинаторов на несколько статистик, но при этом его стоимость это как супер крутые лимитированные машины старые, вот эти вот, которые только-только вышли. Такие как Урус, Мансори и так далее. Ну или можно сравнить с энергетическим щитом также этот махинатор. По стоимости всего лишь у этого махинатора есть минус 25% от урона Дигла. Если что, по-моему, никто с Дигла не стреляет в этом сете, по-моему, стреляет максимум с Эмки, а также с УЗИ, Тек-9 и так далее. Но с Дигла никогда. Желтый характеристик у этого аксессуара есть, это очень круто. Плюс 2 к урону и плюс 5 к максимальному здоровью. В этот аксессуар встроенная нашивка плюс 3 к защите. И сюда ничего не разбито, он как есть, так и есть в этом слоте. Следующий аксессуар это энергетический воздушный шар. Уже старый аксессуар, все так же этот энергетический воздушный шар дает плюс 10% всем игрокам в радиусе шанс избежать оглушения. В этот аксессуар ничего не разбито и встроена нашивка плюс 3 к защите. И также старый и дорогущий аксессуар это энергетический щит. Все так же он дает ГМ на 3 секунды, когда вы перезаряжаетесь. И все так же дает объединение с шамцем 2%. В этот энергетический щит ничего не разбито, он как есть, так и характеристики и дает. В него встроена нашивка на плюс 3 к урону. Следующий новый аксессуар супер дорогой, такой же дорогой как и энергетические махинаторы. Это генеральский бронежилет. У него есть активная возможность выдавать 90 патрон АК-47 камуфляжный. Это худшее оружие, никогда не берите его. Есть и гораздо лучшее оружие, пулеметы и М-киотажа даже будет лучше чем этот калаш. Но у этого генеральского бронежилета есть активные супер крутые характеристики. Во-первых, авто надевание как у культового бронежилета. А также он дает больше характеристик, больше статистик, чем культовый бронежилет. Самое главное, что дает этот бронежилет, минус 25% от урона МАК-10. УЗИ теперь не мета. У меня выходило совсем недавнее видео про самое топовое оружие. Можете ознакомиться, я там все рассказал подробно. А также минус 50% урона снайперской винтовки. Полезно? Да, вполне. Также в этот бронежилет встроена нашивка на 20% шанс избежать оглушения. Так что вот такие характеристики дает этот генеральский бронежилет. Ну и также уже старый энергетический чемодан. В нем встроена нашивка на снижение урона противника. И он как статистики дает, так и есть. Разбора в нем нет. У меня сейчас в организации защита 90%. Регенерация 0. Как вы помните, если вы смотрели предыдущее видео, регенерация бесполезна. Урон плюс 53 к урону от каждого выстрела. Раньше только мечтать можно было о таком. Шанс критического урона 82. Такого шанса крита можно было добиться и в сетах, которые были раньше. Шанс оглушения 14%. Максимальная броня плюс 160 к максимальной броне. Шанс объединения от энергетического щита плюс 2%. И шанс избежать оглушения плюс 34%. Я тут не зря стою и держу сейчас калаши в руках. Все потому, что вы видите демонстрацию данного сета аксессуаров. Я буду стреляться с игроком в таком же топовом сете. Он будет также в организации. На нас были найдеты также скины. У меня конкретно был скин с бегом CJ и с защитной пластиной нашивки. Они работают в организации. А у моего противника была нашивка на бег CJ и огненные пули. Что сразу хочется сказать. Оглушение очень сильно роляет. Если вы играете без команды, которая будет вас прикрывать. Которая будет своими энергетическими воздушными шарами давать вам шанс избежать оглушения. То вы просто будете по кд глушиться и падать на землю. А все потому, что шанс оглушения аж 14% с каждого выстрела. Вы просто встаете и сразу кладетесь на землю. В первой дуэли я сразу же просто моментально проигрываю. Мне без шансов. Мне не дают просто встать. Во второй дуэли мне также не удалось ничего сделать самому оппоненту. В третьей дуэли мы договорились не добивать, пока игрок лежит на земле. Что из этого вышло? Из этого вышло просто какое-то шоу. Что я хочу сказать напоследок. Как и в предыдущем видео, я хочу сообщить то, что покупать или не покупать сет, это ваш выбор. Если вы хотите быть самым крутым стрелком, получать преимущество над игроками, у которых нет этого сета. Рекомендую. Покупайте. Сет реально роляет. Особенно генеральский бронежилет, особенно оглушение, особенно энергетический щит. Покупать ли энергетические махинаторы, это очень спорно. Они очень дорогие, но дают всего лишь, по-моему, на 2 или на 3 урона дают больше махинаторы энергетические. Так что тут спорно. Слишком дорого. Продолжение следует. Смотрите, как долго бы мы не стрелялись. К сожалению, я проиграл. Спасибо большое оппоненту за уделенное мне время, а также отличную игру. Не забудьте подписываться. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok